Всем привет, дорогие друзья! С вами Милимен, и сегодня мы посмотрим на игру Battle Carnival, сокращенно БК. Это игра от корейской студии The Pet, подарившая миру Point Blank. Я думаю, многие из вас пробовали у нее играть, может быть даже следили за какими-то киберспортивными вентами, или принимали в них участие. Давайте же посмотрим, что представляет из себя БК. На данный момент игра находится в ОБТ, и каждый из вас может ее попробовать. Ссылка будет в описании. Вот так и выглядит ваш профиль. То есть здесь статистика, у меня она такая выше среднего, я попробую в нее поиграть, и кое-что даже у меня получилось. Ваш уровень и всякие серии убийств. Я думаю, даже можно будет в релизе посмотреть записи битв для анализа, что вы сделали не так, и вообще стоит ли вам продолжать в это играть, или заняться чем-нибудь другим, способны ли вообще стрелять. И также есть валюта. Валюта вообще, вы видите валюту везде, переключаясь на любое меню. Что из себя представляет валюта? Вот. Три вида валют. Я думаю, кто посмотрел сюда, подумал, ага, ну все, это 50 тысяч рублей, тебе уже дали разработчики, или ты вообще где-то нашел какой-нибудь ключ, или ты сам сюда закинул. Нет, ребят, это не рубли. Да, конечно, у меня был тоже небольшой диссонанс, в том плане, что и зеленым отмечены, написаны рубли, я такой, ну все, это реальные бабки, и, блин, что-то тут все так дорого стоит, не хочется M-ку покупать за 1600. Но нет, это игровая валюта, это те очки, которые мне дали сразу. Я зашел в игру, мне дали 50 тысяч очков. Я не знаю, за что, или потому что я классный, или потому что я из Барнаула, или потому что проходит UBT. Я не знаю. Попробуйте, я думаю, вам всем тоже дадут какие-то очки, на которые вы можете купить уже себе ништяки. И также здесь вот можно управлять, можно даже вот так вот убрать, чтобы не мешался, управлять своим арсеналом, выбирать персонажей, которые хотели поиграть, и оружием, которое у вас есть в доступе. Если что-то нет, вы можете в любой момент купить. Еще есть джен-монеты. Джен-монеты, это, собственно, рубли. Это реальные деньги. И удобство в том, что 1 джен, это 1 рубль. Есть также очки персонажа, это очки, которые вам даются за участие в играх. То есть за то, что вы играете в обычные, в папчики бегаете, или вы играете в ранкет. Ну, ранкет сейчас отсутствует, но я думаю, за него будут давать много очков персонажа. Мы посмотрели, что такое валюта, давайте посмотрим, на что можно потратить. Вот так выглядит магазин. Тут есть обычные товары, есть какие-то премиум товары. Ну, на данный момент они закрыты, я не знаю, что там, без понятия. Есть оружие, есть персонажи. На самом деле, арсенал скуднее, чем был в ЗБТ, потому что тут некоторых персонажей вообще, в принципе, нет. Там в виде этого заключенного, или там Джимми Хендрикс с гитарой. Ну, начнем с оружия. Как видите, здесь стандартная, да, вот М4, а есть вот скинчик, как во всех играх, за реальные деньги скинчик. И он никак не меняет. То есть, если вы обратите внимание, статы остаются теми же, самыми. То есть, если вы будете орать, что, ага, он все купил красный калаш, и теперь у него там урона в два раза больше, как видите, это не так. Если вы убираете другое оружие, статы, естественно, меняются. И также, если вы будете выбирать себе скин, они остаются прежними. Есть вообще вот такой вот блатной скин, как в виде матрицы. Ну, и дальше пошли всякие розовые, ауги, UMP, по-моему, даже УЗИ здесь было, да, вот УЗИ. Все это можно взять или за деньги игровые, но если вы хотите прям скинчик-скинчик, то вот, пожалуйста. Что может озадачить людей, и когда я стримил эту игру, многие спрашивали, что почему, как так, что за дни. Вы покупаете здесь оружие и персонажей на дни. То есть, вы не навсегда их берете. И я, у меня нет, конечно, 100% информации, но мне кажется, что это только для того, чтобы при релизе было обнуление всего, всей статистики, вообще всех учетных записей, и не было никаких претензий. Что вот, я там в 40 тысяч закинул в игру, где мои калаши, где мои персонажи, вы что, охерели что ли, для чего я вообще мамину кредитку взял. Так вот, здесь вы берете на дни и рассчитываете чисто по дням. То есть, например, вот, хотите попробовать пушку, возьмите на день-день, да, если понравится, купите на 30. 30 это максимум. То есть, нельзя сейчас купить лайфтайм. Я думаю, что в релизе они все-таки ведут, что можно будет покупать оружие и персонажей навсегда. Но на данный момент эта функция отсутствует. Я думаю, вы же поняли почему. Также и с джен-монетами. То есть, хотите пушку на день-день со скинчиком, берите, отдавайте 20 рублей. Попробовали поиграть, не понравилось, купите другой. Если вы хотите купить его там на 30 дней, это, по-моему, будет там в районе 300, что ли, этих рублей стоит. Или 200, или 300 рублей. С персонажами все то же самое. То есть, вы берете, покупаете на день-день. Если хотите на 30, то вот, пожалуйста, вот, 200. 200 рублей стоит персонаж на 30 дней. Если хотите купить за очки персонажей, то вот, пожалуйста, 25, это стоит дело, и вам будет 30 дней доступен. Одни день нельзя покупать за очки персонажей. Давайте посмотрим на персонажей. Как они вообще выглядят, что они из себя представляют. Персонажи отличаются. То есть, у них есть и активная способность, и пассивная способность, и личное оружие в виде пистолета, пиксельного, вот, вот эти вот, всякие ножики, да, милишное оружие и гранаты. У каждого персонажа все это отличается. Вы можете смотреть на них и выбирать себе персонажа по себе. Вот, например, даже, даже по скорости и по хп они отличаются. Вот, есть даже такое, что вот, персонаж по дефолту бежит, и когда вы нажимаете shift, он начинает ходить. Так же здесь, то есть, он по дефолту шагает, и чтобы ускориться, он нажимает shift. Так, давайте посмотрим, что они из себя представляют. Есть какой-то Сэм Фишер с водным пистолетом и с татуировками, и, да. Да, всех можно приблизить, посмотреть, что у них такой некий стенд, как, знаете, какая-то коллекционная игрушка. Вот есть вот queen, фитоняша в каких-то непонятных леггинсах, и, судя по лицу, в кухонных боях со своим мужем она пока не тащит. Но она к ним очень готовится, она старается. Второй... Ну и да, и, конечно же, вот эти замечательные цитаты, которые можно увидеть на стенах ребят, отренировавшихся ровно месяц где-нибудь в секции бокса. Ну, такой стереотипный персонаж. Готов к службе. Ну, здесь у нас гост из Call of Duty, его воскресили. У него даже есть щит теперь, чтобы его просто так полковник не застрелил. Теперь у него есть защита. И в каких-то еще он, не знаю, среди кактусов стоит. И есть Чак Норрис, 30 лет назад, вот Рамбл Джек. У него тут топорик, вот он, кстати, может посмотреть его статус топорика. Он просто сидит и рыбачит, и вот ест какую-то лапшу. Ну, и есть еще в виде Кёрта Страйкера, но он с каким-то хипстерским платком. Я бы вряд ли такой скин выбрал. Ну, и, конечно же, вот самый главный стереотип, это вот такие вот гики-анимешники с мангой, который играет в какую-то тоже Силер Мун на минималках. У него, видите, тут нож из Майнкрафта, гранаты. Он сидит на манге, в кармане у него манга. И я думаю, что, возможно, некоторые люди выглядят именно так же. Если у вас, ребят, если ваша комната представляет из себя что-то подобное, пожалуйста, скиньте комментарий, и победитель получит абсолютно ничего. Есть вот такой вот в виде розового, но это вообще полный уже капец. То есть он прям... Я не думаю, что такой человек вообще, в принципе, существует. Вот серьезно. Следующий у нас идет персонаж, который напоминает мне одного из героев Пайдея. Знаете, такой в костюме грабителя с клоунской маской. Есть еще вот такой, это уже Барнаул стайл, то есть он уже в леопардовом костюме, в более модном наряде. Есть Наташа в таких вот порванных колготках. Я не знаю, что это Наташа Романова или просто... Ну, в общем, у него... У него тут четыре вина стоит, и не все одинаково, и как-то она где-то в каком-то небоскребе. И шпилька. Я так понимаю, шпилька, это и бьет эту специальную способность, да. Да, туфля на шпильке, это и милишное оружие. Ну, и вот такая вот маленькая девочка, которая говорит, что я ей подписчик. Возможно, это какая-нибудь видеоблогерша, а может быть, она делает видео про топ-5 там вещей, которых я люблю, или... Ну, в общем, какая-то просто ютюберша, блогерша, может, даже стримерша. Я когда вижу девочки из битой коленки... Короче, ладно, я не буду продолжать. А здесь она уже больше похожа на образе какой-то Харли Квинн. Видите, да, похоже, прям сильно похоже. Ну, у него тоже отдельное оружие, у него какие-то косметички, розовые пистолеты, гранаты, все такое розовое, няшное, миленькое. Ну, как бы я считаю, что вот именно так выглядит настоящий мужик с бритой грудью. Не знаю, возможно. У меня сомнения. Если вы понимаете, что если в реальной жизни вы очень скромный, закомплексованный, возможно, даже вас обижают в школе, в этой игре вы можете быть вот так вот и всех бить вот этой вот кувалдой. Что самое интересное, кувалда-то у него есть, да, в руке, но миришь наружу, у него нож. Я думаю, было бы прикольно, если бы он прям ходил вот этой кувалдой, просто херачил. Есть вот такой вот вариант, это какой-то загоревший байкер, я даже не знаю, как его, хотя нет, даже байкеры так не выглядят, ну, просто какой-то флэмгайрина, ну, может быть, из цирка, я не знаю. Он постоянно орет, что Синди моя, я так понимаю, что он про нее говорит. Он говорит, Синди моя, понятно. И мне кажется, это подходит под уголовный кодекс. Хорошо, дальше. Ну, и вот такая вот леди мне напоминает героиню из преддругов, там, Дюкс оф Хазардс, помните, там, не помню, как зовут актриса, но, в общем, вот, там подобная женщина была. Тоже с чемоданами, тоже с сиськами, с пушкой и вот с заголенным пупком. Посмотрели магазин, посмотрели, как все это выглядит, какие есть пушки, какие есть персонажи. Вот у меня вот есть несколько персонажей, мы попробуем за них сыграть. А, еще забыл, смотрите, ребят, тут есть кланы. Уже сейчас есть кланы, то есть вы можете вступить в какой-то клан, если вы нинджа-скват, если вы какой-нибудь жесткий чувак, по которому стата просто 114%, то вы можете вступить в клан, как видите, здесь даже есть, типа, количество мужчин и женщин, или что, я не знаю, ну, наверное, потом будет написано, может, потом будут собираться какие-то феминистские кланы, что могут принимать только женщин и ходить и отстреливать мужчин. Ну, и, собственно, можно создать клан на 25 уровне. Если пока нет 25 уровня, у меня только 14, может, потом я создам клан и как-нибудь его тоже назову. Музыка, причем, кстати, меняется, когда меняете персонажа, то есть, например, слышите, какая боевая при Фениксе, да? Включайте Райна и... Да-да-да, говори себе это почти частенько. Есть из четыре режима. Классический, усиление, умение, подрыв. Что есть что? Ну, такое классика. Классический режим, вы просто бегаете, у вас нет ваших способностей, у вас есть просто ваше оружие, персонаж, пушка, и вы просто бегаете, и такой некий командный деф-матч. Просто набираете очки, выбиваете других и так далее. Рейтинга гора, как видите, здесь отсутствует. Есть усиление, усиление это то же самое, что классические, но здесь валяются какие-то ништяки в виде брони, рентгеновского зрения, ускорения, еще чего-то. То есть, можно просто подбирать какие-то бонусы и с помощью них побеждать и быть круче и быстрее. Есть умение. Умение это как CSGO с бомбой. То есть, две команды, никакого воскрешения, один раздох, и все, ждите следующего раунда. Надо заложить будет бомбу. Здесь можно использовать свои способности. То есть, здесь их можно использовать, здесь можно с ними бегать и ставить какие-то там трапы, бить с пулемета и так далее. У каждого есть свои способности, как вы уже сумели заметить. Есть подрыв. Подрыв это чистый режим CSGO, то есть, две точки, два плента надо заложить, а тем, кто защищает, надо предотвратить. Здесь способности уже нет. То есть, нет способности, есть. Нет способности, есть. Вот как-то так. Также можно создать свою комнату с паролем и играть один там, что нет друзей. Давайте же зайдем в каждый из режимов и посмотрим, как он выглядит на деле. Так, ну давайте посмотрим, что из себя представляет классический режим. Побегаем, постреляем. Я вам кое-что покажу. Здесь не способности, здесь просто ваше оружие, ваши руки и так далее. Сразу хочу сказать, ребятки, здесь есть прицел, здесь есть прицел, он неплохо выглядит, но он абсолютно бесполезен, потому что с прицелом вам тяжело двигаться. Поэтому я привык играть без него. Просто от бедра. Также есть ассисты, вот сейчас у меня получился ассист. В этой игре, конечно, можно киперить, можно встать в одной точке, всех отстреливать, но мне здесь больше нравится вот как-то отстреливать людей. Зажим здесь тоже без особого разброса. Могу сказать, что, конечно, динамика стрельбы забавная, но когда вы поиграете, вы поймете, что тут странно выглядит, потому что от бедра и такая точность. Это реально как-то... Я не знаю, посмотрите, да, вот видите стену? Я стреляю от бедра. Зажим. Я его даже особо не контролирую. Видите это? Хорошо, берем прицел. Понимаете? Какая разница? Как бы даже с прицелом немножко хуже идет, чем просто вот с от бедра. Я привык играть от бедра. То есть я привык зажимать в голову и непромерно туда все и летит. Да, также тут можно собирать лайки. Если вам никто стену не лайкает ваши замечательные посты или философские цитаты, то здесь вам могут поставить. Как вы успели заметить, я абсолютный ЛС в экшн-шутерах. Я отвратительно стреляю. Но, так, кое-что у меня получается. Вот, у нас время, кстати, кончается. И все. И мы еще и победили. А, изи вообще. Ваня пришел, просто пострелял. 8 на 8. Ну, как бы так. Для первой игры неплохо. 1,63. По идее. Там 5 ассистов. 5 у меня фрагов стилили. Так бы я вообще всех убил. Был на первом месте. И мне какого-то черта дали одну звезду. Ну, это полное какое-то неуважение. Я считаю, что я справился как минимум на 6 звезд. Давайте посмотрим с усилением. Ну, вот, к примеру. Давайте посадку. Давайте посмотрим посадку. Тоже неплохая карта. В горах. С разбитым самолетом. Можно использовать какие-то вещи, которые валяются. Которые валяются на земле. И с помощью них побеждать. Блин, там наверху кто-то. У меня 4 хп. Поэтому вообще нет смысла. Он даже успел кого-то убить. Да, вот у вас есть супер прыжок. Но вы все равно не можете достать. Блин. Пугай меня. А, тут еще хпшки есть. Ой, хорошо, что есть хпшки. Даже все хилит. Ничего себе. Ну, меня все равно убили. Поэтому хп было бесполезно. Вот, здесь просто бегаете. Вот у вас есть рентген. Вы видите противников сквозь стены. Хп валяется. И это уже более-менее похоже на какой-то аркадный шутер. Знаете, в виде в стиле квейка. Ну, просто он менее динамичный. И подбираете какие-то бонусы. С помощью них стреляете. Броня, из хп и так далее. Тому подобного. Зашли в крысу. Этот просто божественный аим. Это пипец. Но он прыгает высоко. У меня получилось. И меня пытаются зарезать. Пухлый пытается зарезать. Ну, я думаю, вы убедились, как выглядит этот режим. Просто собираем бонусы. И убиваем. Просто здесь не очень выглядит. Потому что все вот это 3 на 3. И еще... ЛС на стримере. Да ты че, я... Лучше бы в карты играл. Посмотрим дальше. Умения. Здесь надо подрывать. Использую свои умения. Так, давайте обновим. Вот, казино есть. Отлично. Мне нравится. Хоть более-менее эту карту знаю. Жека 228. Господи. Ну, я думаю, Жека 228 будет моей основной целью здесь. Как видите, можно оружие даже взять и здесь купить. Ну, я ничего не буду покупать, потому что мне нравится М4. И я уже привык к ней. К игре. Именно на ней. Потом покажу еще другие чудеса. Например, здесь есть тупо пулемет. Здесь огромный есть пулемет. Как у Сирио Сэми. С которым можно стрелять. И отстреливать головы. И разные конечности. Видите, как обычно я зашел в крысу. И расстрелял ребяток. Ну, я убил. Я убил его. Нормально. Я троих положил, поэтому я молодец его. Ну, один как бы там граната была. Я не знаю, почему мне вообще с ней... Видите, как режим увеличивается? Смотрите, тут можно смотреть по комнатам, отдалять, прибавлять. Можно от третьего лица глянуть. Вот так вот посмотреть. Можно еще запускать эмрентгеновское такое зрение и палить людей и орать, где он там. Он там на Б, он на Б. Ну, бей его. Жека 228, убей его. Голосовой человек, кстати, на данный момент, по-моему, отсутствует, да. Его нет. И на самом деле, что он есть, что нет, я все равно не слушаю. У меня эти песклевые голоса выводят из себя, поэтому я его выключаю. И пока отыграл 0 на 1, ну все, ему пипец. Ни хрена себе. А, это у него авто... У него этот... У него автоприцел. Ё-моё. Жердя это жирный? А, все понятно. Так, давайте я покажу, что делает эта обилка. И поменяю уже персонажа. Ну, что я здесь все-таки не собираюсь. Вы понимаете, я себе старался. Я бы тут уже занял первое место. Я бы всех всех убивал. Вот такой вот у вас пулеметик. Вы крайне тяжело с ним стрейфтись. Понимаете, что если начнете стрелять, то это все. Джеку 2-2-8 убили. Все, миссия выполнена. Ну, а вот 2-4 сантиметра я не смог побороть. Тем более, они как-то вдвоем меня расстреляли. Но, видали, он в инвиз вошел. Это мой был. Да я его почти убежал. Ну, вообще, куда-то ему в палец, что ли, попал. Автоприцел. Бесконечный магазин, когда автоприцел. Ок. А, видите, мне тут шифт не надо нажимать, и она так быстро бежит. Ну, все, поехали. Сейчас я быстро. Так. Гранаты пошли. Я, кстати, тоже могу гранату. Жека. Какая мне ровность стата. 4-4-4. Ну, говорю, а ассисты у меня просто все забирают. 200 еще хп. А, у него бесконечные гранаты. То есть я, грубо говоря, делаю так. Гранаты! Килл Джоя. С его инвизом. Как он вообще... Как он работает. А, ну вот. Рентгеновский. На самом деле, я не знаю, как он вообще работает. Что-то здесь можно видеть. Я как раз буду замаскировать. маскировка. Свидетели. Некоторое время делает персонажа невидимым. Но я... Вот с этой стороны мне не нравится зах... А, вообще, где я? А, всё-всё-всё, понял. Я справа захожу. Изи. Видали? Я инвиз взял, зашёл, убил. Бам! Всё. Победа. Два кила сделала. Инвиз просто тащит. Мне ещё лайков закидали. Прям в плечо. Есть такой же режим, но он без способностей. Вот. Просто подрыв. Но на него мало кто играет. Тут есть арсенал. Ну, давайте, не знаю, давайте арсенал сыграем. Я, правда, ни разу не был на этой карте. Как-то стройк. Тоже в горах, наверное, рядом, где этот самолёт. Ага. Ой-ой-ой. Ой, какие тут жёсткие. Ё-моё. Скорпиоша Макс. И опять ранжго 228. Нет, у меня, конечно, тоже есть три семерки в Нике, но я не думал, что вообще когда-то стримить буду. Обычный ник был занят. Если вы едете, мой просто ник на свечем элемента, был чувак, который с планшета стримит какие-то непонятные игры. Поэтому я не виноват. Я думаю, семерки на дачку это лучше, чем ТВ. Блин, я вообще эту карту не знаю. Куда идти-то? Куда ползти? А. Вон точки. А-а-а. Ну, что я в итоге могу сказать? А-а-а. А что я могу сказать? Ведь я не профессиональный обзорщик. Я-а. Я за своё время играл в экши-шутеров не так много. Я играл в Quake Arena, я играл в ладаут. Даже, признаюсь, туда донатил. Ну, просто потому что мы компанией бегали, надо было как-то скинчиками выделяться в Overwatch. И не могу сказать, что это вообще, в принципе, для меня игра. Я больше люблю какие-то тактические шутеры в виде Rainbow Six, в которые я очень много залипал и даже там взял неплохой ранг. Это игра, которая реально любит побегать, просто по фану, там, вот с таким вот вот калашом пострелять, накачанным мужиком с базукой. Те, кому нравится просто проводить весело время в быстрых катках. Если вам нравятся вот такие вот пухляши, вам нравится к этим пухляшам вот добавить какое-нибудь такое вот оружие, да, вот какое-то, я не знаю, что это так, что это даже, нон-панда, то идите, играйте, пробуйте свои силы и участвуйте в конкурсе на лучшие хайлайты, которые есть в группе Na'Vi. На этом всё. Поэтому вы только что увидели, что даже человек такого уровня держался там первые две строчки по статистике, ну и я думаю, вам стоит видеть, представьте, вот такой вот, как я, 70% побед. Я думаю, у вас получится больше, и вы сможете сделать там 100%, 99% побед. Поэтому дерзайте, пробуйте свои силы и всем покедово, удачи!